Итак, у нас сегодня с вами третье занятие четвертого года. И в такой для себя знаменательный день я его хочу посвятить всем мужчинам нашей страны. Потому что высокая миссия. Как бы плохо к нам ни относились, и нас ни обзывали, и нам на голову бы что ни одевали, тем не менее величие наших писателей, цитату которого я сегодня поставила как эпиграф к данному занятию, это господин Чехов, и во всех своих произведениях «Красной нитью» он на своих страницах так или иначе, и с разных сторон предлагает нам научиться все-таки по жизни идя выжимать из себя пресловутого раба. Рабство — это внутреннее состояние непринятия себя, абсолютно привычная модель, модель, как сравнивать себя с кем-то, и потом очень глубоко и непристойно быть сначала самим разочарованным в себе. А потом это уже как проекция будет продолжаться по отношению ко всем людям, которые будут входить в человеческое сознание. Великим быть очень легко на самом деле. Нужно выполнять одно условие — долго заниматься делом. Главное — долго оставаться в игре и быть всегда разносторонним, развитым человеком и расширять собственные горизонты. Это мужская прерогатива, и мы сегодня с вами будем прояснять третье правило памяти. И самый главный предохранитель, как невозможность выйти в наше сегодняшнее настоящее, ежедневное, ежесекундное, предлагающее нам огромное количество вариантов, акционов, возможностей, на любом языке можно обосновать, что этот мир, в котором мы с вами живем, он достаточно серьезно, глубоко и постоянно заинтересован в том, чтобы мы с вами развивались. А вот каким способом мы друг друга тут порабощаем и калечим жизнь? Истерика имеет, как и все остальные реакции, имеет очень серьезные признаки. И они авторитарны. И по нашей системе очень легко классифицируются. Первый признак, на который у человека возникает истерика, — это когда, как он считает, когда ему что-то недодали. И это всегда связано с какой-то искусственной системой. Семья ли, родственники ли, садик, школа, институты, друзья, товарищи, общество, церковь, государство и все прочее. Значит, как только у человека присутствует убеждение, что ему что-то недодали, значит, это достаточно глубокая догма, которая на любое предложение от мира, как возможность, как ситуация, он всегда говорит, не пойду, потому что все равно не дадут. Сам себя обездвиживает и показывает, уходя в регресс, в ребенка, истерика — это ребенка, такая реакция, всегда показывает тем, что я не пойду, я хочу, а вы мне не дали, тогда не дали, это не дали, все не дали. Первое, через что человек не может переступить. Вторая история, когда работают уже непосредственно авторитеты, держащие данные системы, когда кто-то авторитарно сначала дает, потом отбирает. Это говорит о том, что таким способом выводят уже системно на истеричную, такую слезную реакцию ребенка, чтобы потешить собственное самолюбие. На самом деле это злый день страшный, это чудовище, которое ничего из себя не представляет, но вот таким способом тешится на нижестоящем своей системе для того, чтобы это нарциссические личности, которые не имеют внутреннего «я», а глядячи глазками, если кого-то им довелось вывести из равновесия, и довести до истерики, до слез и до состояния «больше не могу», они у себя бессознательно принимают такое убеждение, что «да, я великий, я сильный, я достойный», а того, кого они доводят, они лишают возможностей хоть какого-то приобретения или хоть какой-то воображаемой мысли как возможности о том, что для него этот мир, как и, собственно говоря, для всех других остальных, достаточно открытый, но только нужно проявить немножко инициативы и усилий. Третья история, когда это уже общество, это уже люди, количество людей, это когда происходят измены, это когда одного человека заменяют на другого, допустим, в работе, в каких-то проектах, у детей воспитательницу в детском садике, учительницу, классного руководителя, лидера какой-то там группы, в общем, когда к человеку привыкают и его изымают, оставят другого, и новая метла по-новому метет, и это всегда отношения мужчин и женщины, откуда и берутся, собственно говоря, потом такие определенного качества направленности. Это непереносимость и невозможность человека адаптироваться к другому, потому что смена декораций как людей, она достаточно сильна, и люди подставляются очень разные для того, чтобы без конца выводить из равновесия. Значит, у нас, получается, авторитеты и плоскости, как возможность, которую нужно брать, или необходимость, которую нужно использовать для того, чтобы в этом мире выживать, идти куда-то в искусственные системы. Там предлагается плоскость с каким-то, условно, руководителем или управленцем, и этот управленец может меняться без конца, и у человека начинается дисбаланс внутренний, психический. Он боится следующего, потому что к этому еще не успел привыкнуть. И последнее, когда человек это уже прошел, и у него устойчивое состояние неприязни, разочарования к себе, тогда он приучается классно, достойно, обосновывая и выписывая там всевозможные иллюзорные сказки, проигрывать другому человеку, даже не начиная. И это уровень приспособленчества, и этому обязательно нужно у кого-то научиться. Это красиво, это витиевато, но если смотреть по ситуации, по конечному результату, это всегда поражение в чужом пространстве и всегда отсутствие хоть какого-то бы ни было ядра, как возможности познать и разобраться. Мы опускаемся еще ниже и начинаем искать фантомный, придуманный образ второй половинки. Для того, чтобы как-то компенсировать второй костыль, красивую девушку не очень мужчине, или наоборот, красивый мужчина с не очень девушкой, но она преданная, достойная, не очень умна, но зато заботлива. Ну вот пытаемся найти вот тот образ, который компенсирует истеричный вот этот бесконечно вращающийся механизм внутри, чтобы никто, собственно говоря, не догадался, а выставить перед собой вторую половину для того, чтобы все оценивали ее, а на него была в обратную сторону проекция. Понимаете, о чем разговор ведом? И последнее, это такая лежачая фигура, которая признает, что он или она недееспособна в принципе. Это вечные болячки, переживания, страдания и все прочее. Значит, и отсюда, если мы смотрим, как на две системы яблока, разрезанного пополам на прошлое и будущее, как вогнутую, выгнутую нашу с вами пресловутость, что могу и что умею, получается, знаю, эта женщина, по идее, должна, и помню, она работает знанием, памятью и фактами, сходится, не сходится. Мужчина что-то должен уметь, могу и хочу, и готов исполнить это реализационный навык, который точно знает, какая последовательность должна от того, что нет, от того, что будет. Если этому не обучено, в принципе, этому не обучено, и выходит защитная реакция, как истерика в настоящем, потому что мир заинтересован в изменении нас каждого, и предлагает задачи, которые только мы можем решить, которые находятся как инциденты нашей памяти, но в силу нашей оперативки, и мало мы чего видим, и практически ничего не слышим, зарождаются два вида ошибки. Значит, у женщин ошибка циклическая, переповтор событий, поиск мамы, папы, или поиск фантома, за кого бы спрятаться. Это никогда не увенчается успехом, потому что представления реальности внутренней никогда не сойдутся с суровой действительностью, где, собственно говоря, приходится оперировать тем, что имеем. И эта ошибка цикла без конца переповтора и поражений приводит к боли дисциплины. Почему женщины становятся эксцентричные, женщины становятся неуправляемые, истеричные, требовательные, только лишь потому, что еще раз что-то много раз делать, еще раз заниматься переповтором под давлением, под серьезным воздействием, нет на это больше силы, нет энергии. Значит, они идут во все тяжкие, и методом просто перебора пытаются найти оптимальный вариант хоть какой-то для какой-то выживалки. С мужчинами немножко обстоит дела посерьезнее, потому что основная ошибка, когда заявленная позиция о том, что хочу стать богатым, успешным, счастливым и достойным, и первая помощь всегда миром оказывается, когда человек, мужчина уходит от зависимости, допустим, из своей семьи, или от старшего брата, или от каких-то родственников, всегда карт-бланш для того, чтобы он начал и начал развиваться. Но для того, чтобы пройти первое препятствие, первое препятствие — это всегда потеря всего при помощи проекции того авторитета, который, собственно говоря, и принимал такое пагубное воздействие. Проверка на истеричность, значит, у него обязательно, у человека должны что-то отобрать, это у Личности отобрать. Самый большой секрет Личности заключается в том, что когда человек что-то делает, он находится в своей системе, как в сознании, пытаясь её структурировать, наладить, подняться и на более высоком уровне смысловой нагрузки разобраться, что происходит. И в этот момент он не видит собственных результатов, потому что принцип нашей памяти, чтобы был результативный жизненный путь, в сознании нужно скопировать ту структуру, которой человек собирается заниматься и начинать её для себя.